О том, какую роль сыграло одомашнивание лошадей в истории людей, пояснять излишне. Мобильность на большие расстояния, военные стратегии и кулинарные дополнения – вполне понятные преимущества. Однако, где это произошло, вызывает массу вопросов. Особенно если учесть, что современные одомашненные породы не происходят от самой ранней линии домашних лошадей, связанной с батайской культурой, на севере современного Казахстана, из контекста которой были получены самые ранние археологические свидетельства о приожидаении и содержании лошадей в загонах около пяти с половиной тысяч лет назад. Хотя и с отсутствием согласия между разными учеными по поводу доказательств их одомашнивания. Другие регионы кандидаты на одомашнивание лошадей, такие как Пиренейский полуостров и Анатолия, также недавно были оспорены. Таким образом, генетическое, географическое и временное происхождение предков современных домашних лошадей осталось неизвестным. И вот в новой работе ученые из более чем 15 стран проанализировали останки лошадей со всех предполагаемых центров одомашнивания, включая Пиренейский полуостров, Анатолию, а также степи Западной Евразии и Средней Азии. В выборку вошли 264 вновь секвенированных древних генома и 9 ранее опубликованных, возрастом примерно от 2 до 52 тысяч лет. Результаты Популяционная структура лошадей до одомашнивания Метод присоединения соседей выявил 4 географически разделенных кластера с некоторыми нюансами, как у анатолийских лошадей эпохи неолита, где соответствие дерева данным предполагало филогенетическое смещение. Наиболее базальный первый кластер включает ленских лошадей из северо-восточной Сибири, живших с конца Плеистацена до конца 4-го тысячелетия до н.э. Во второй кластер вошли лошади из Европы, включая образцы позднего Плеистацена из современной Румынии, Бельгии, Франции и Великобритании, а также из регионов от Испании до Скандинавии, Венгрии, Чехии и Польши с 6-го по 3-е тысячелетия до н.э. Третий кластер включает самых ранних известных домашних лошадей из батайской культуры и лошадей Пржевальского, которые были распространены на Алтае и Южном Урале с 5-го по 3-е тысячелетия до н.э. И в четвертый кластер вошли современные домашние лошади, а также древние, которые стали географически широко распространены примерно после 2200 года до н.э. и во втором тысячелетии до н.э., так называемые Дом-2, не тот дом, который по телевизору. Этот кластер генетически близок к лошадям, которые жили в степях Западной Евразии, но не западнее румынского региона Нижней Дунайки, югу от Карпат, до и в течение 3-го тысячелетия до н.э. При этом анализы показывают, что до 3000 года до н.э. популяции лошадей очень сильно отличались в зависимости от географических барьеров на пути миграции. В родословной лошадей из Неолитической Анатолии и Анеолитической Центральной Азии, в том числе и у Батайских, увеличен генетический компонент, окрашенный на графике зелёным цветом, который также был значительным в Центральной и Восточной Европе, в позднем Плейстоцене и IV и III тысячелетиях до н.э. Однако он отсутствовал или был слабо представлен у лошадей Низовья Дуная на территории Румынии, в Приднепровских степях и нижнем течении Волги и Дона, в течение VI-III тысячелетия до н.э. Это указывает на возможное распространение анатолийских лошадей в Центральную и Восточную Европу, а также в Среднюю Азию, но не в степи Западной Евразии. А отсутствие типичного неолитического анатолийского происхождения исключает экспансию лошадей из Анатолии в Центральную Азию через Кавказ, но поддерживает их связь с лошадьми к югу от Каспийского моря, примерно до 3500 г. до н.э. Происхождение современных домашних лошадей Лошади из степей нижнего течения Волги и Дона были первыми, у кого преобладал компонент, как у современных домашних лошадей, Окрашенный в оранжевый цвет на графике Эти лошади были из контекста в Майкопской, Ямной и Полтавкинской культур от 3500 по 2600 г. до н.э. При этом генетическая преемственность с домашними лошадьми была отвергнута почти для всех лошадей из выборки, предшествующих примерно 2200 г. до н.э. За исключением двух поздних образцов из турганикского поселения Ямной культуры с 2900 по 2600 г. до н.э., которая расположена дальше на северо-восток от низовья Волги и Дона. Моделирование примесей исключило возможность вклада от анатолийских лошадей в предков современных домашних и подтвердило связь последних с их предками из нижнего течения Волги и Дона. Типичный компонент родословной современных домашних лошадей был максимизированным в группах из районов нижнего течения Волги и Дона, но резко снижался к востоку, как в турганикском поселении Ямной культуры и Центральной Азии в III тыс. до н.э. по мере увеличения доли предков неолитических анатолийских лошадей. Компонент, родословный и типичный для современных домашних лошадей, также снижался и к западу от Днепровских степей, что позволяет выделить регион вокруг низовья Волги и Дона, как наиболее вероятное географическое место происхождения предков современных домашних лошадей в конце IV и начале III тыс. до н.э. Распространение степных скотоводов Предыдущие анализы древних геномов человека выявили массовую миграцию степных скотоводов из степей Западной Евразии в Центральную и Восточную Европу в III тыс. до н.э., которые были связаны с Ямной культурой. Эти миграции значительно повлияли и на культуру шнуровой керамики, примерно с 2900 по 2300 год до н.э. Однако роль лошадей в этих миграционных процессах оставалась неясной, потому как и Волы вполне себе могли тащить тяжёлые повозки ямников со сплошными цельными деревянными колёсами. При этом в генетическом профиле лошадей из контекстов культуры шнуровой керамики почти полностью отсутствовал компонент родословной, как у современных домашних лошадей и лошадей раннеямного репинского горизонта, а также из турганикского поселения Ямной. Также компонент родословной, как у современных домашних лошадей, был ограничен у лошадей до культуры шнуровой керамики из Дании, Польши и Чехии, связанных с культурой воронковидных кубков и ранней культурой ямочной керамики. Лишь у одной лошади из контекста венковатской культуры Венгрии, датируемой серединой III тыс. до н.э., отмечено всего лишь 12,5% компонента родословной и типичного для современных домашних лошадей. Однако моделирование показало, что эта примесь произошла благодаря потоку генов из Южной Фракии, а не из Приднепровских степей. Что в сочетании с отсутствием увеличения расселения лошадей в начале III тыс. до н.э. свидетельствует о том, что предки современных домашних лошадей не сопровождали миграцию степных скотоводов к северу от Карпат. Примерно к 2200-2000 годам до н.э. профиль предков, типичный для современных домашних лошадей, появился за пределами степей Западной Евразии, в конечном итоге заменив все ранее существовавшие линии. Демографический рост на рубеже II и III тысячелетий отмечен повсеместно и проявляется как в митохондриальных, так и в игреххромосомных вариациях. Стоит отметить, что генетический профиль, типичный для современных домашних лошадей, был распространен среди лошадей, похороненных в курганах синташтинской культуры, вместе с самыми ранними колесницами, уже с колесами со спицами, около 2000-1800 годов до н.э. Лошади с этим генетическим профилем были также найдены в Анатолии, совместно с изображением колесниц, примерно с 1900 года до н.э. Однако появление генетического профиля современных лошадей в Богемии, нижнем течении Дуная и Центральной Анатолии, до появления самых ранних свидетельств о колесницах, подтверждает идею о том, что верховая езда способствовала первоначальному расселению предков современных домашних лошадей, на что могут указывать изображения Месопотамии конца 3-го и начала 2-го тысячелетия до н.э. А в конечном итоге, сочетание верховой езды и колесниц позволило лошадям с типичной родословной распространиться практически повсеместно. Но стоит учитывать, что пока нет согласия по факту раннего распространения верховой езды. Колесницы в этом вопросе более материальны. Биологические адаптации современных домашних лошадей Разведение лошадей предположительно должно было включать отбор по фенотипическим характеристикам, связанным с верховой ездой и колесницами. Поэтому авторы работы проверили, какие из генетических вариантов были более представлены у предков современных домашних лошадей с конца 3-го тысячелетия до н.э. По сравнению с их более далекими родственниками. В результате чего, у домашних лошадей были обнаружены некоторые отличия в генах ответственных за нюансы строения позвоночника и отвечающих за регуляцию настроения и агрессию. Что в сумме может указывать на отбор лошадей, которые были более послушны, устойчивы к стрессу и выносливы, что в принципе не удивительно. Примечательно, что мутация в гене TRPM1, которая связана с леопардовой мастью и куриной слепотой при недостаточном освещении, в гомозиготном состоянии, на небольших частотах встречается у лошадей из батайской культуры. При этом такая мутация отсутствует у их ближайших соседей на Алтае и Урале. И поскольку слепота в сумерках снижает приспособленность и увеличивает риски стать добычей в дикой природе, наличие этого аллеля может подтвердить предыдущие интерпретации, что батайские лошади всё же были одомашнены. Эволюционная история и происхождение торпанов Новый анализ также позволяет пролить свет и на происхождение торпанов, которые вымерли в начале XX века. Они произошли благодаря смешению местных диких лошадей Европы с науприбывшими предками современных лошадей, где-то на западе современной Украины, в районе границы со Словакией, Венгрией и Польшей. В моделях примеси европейские лошади примерно на треть представлены таковыми из культуры шнуровой керамики. Данные опровергают предыдущие гипотезы, в которых торпаны описаны как дикие предки современных домашних лошадей или одичавшие их представители, а также как смесь с лошадней Пржевальского. Итоги. Новая работа разрешает давние споры о происхождении и распространении домашних лошадей. Их предками были лошади, жившие в степях Западной Евразии в конце IV и начале III тысячелетий до н.э. При этом нет никаких доказательств того, что они способствовали распространению степной родословной в Европу, как предполагалось ранее, хотя этому способствовало молочное животноводство. Таким образом, вместо нашествия всадников и степей, уменьшение численности населения в позднем неолитии Европы, возможно, за счет снижения урожайности, могло дать возможность для миграции степных скотоводов на запад. Лошади раннеямного репинского горизонта, а также турганикского поселения Ямной были более близкими к предкам современных лошадей, чем, предположительно, дикие лошади из мест обитания охотников-собирателей VI тысячелетия до н.э., что может свидетельствовать о ранних методах управления лошадьми и выпаса скота. Но, несмотря на это, скотоводы Ямной не распространили лошадей за пределы их родного ареала обитания, как, собственно, и представители батайской культуры не распространяли лошадей далеко за пределы оседлых поселений. Их расселение в глобальном масштабе началось позже, когда предки современных домашних лошадей, покинув родной ареал, сначала достигли Анатолии, Нижнего Дуная, Богемии и Центральной Азии, примерно к 2200-2000 годам до н.э., а затем распространились по Западной Европе и Востоку Евразии, на территории современной Монголии, в конечном итоге заменил местные популяции примерно к 1500-1000 годам до н.э. Этот процесс сначала включал верховую езду, поскольку колеса со спицами и колесницей представляют собой более поздние технологические инновации, появившиеся примерно в 2000-1800 годах до н.э. в синташтинской культуре в степях Южного Зауралья. Оружие, воины и укреплённые поселения, связанные с этой культурой, возможно, возникли в ответ на усиление засушливости и конкуренции за критически важные пастбищные угодья, а также в ответ на усиление территориальности и иерархии. Это могло послужить основой для завоеваний в последующие столетия, которые привели к почти полному генетическому обмену в степях Центральной Азии как между людьми, так и лошадьми. А расширение в Карпатский бассейн и, возможно, в Анатолию и Левант включало в себя, скорее всего, торговый сценарий, хотя в обоих случаях отбирались лошади, более покорные и выносливые, а также с другими качествами, учитывая позже в том числе и окрас. Результаты работы также имеют важное значение и для понимания механизмов, лежащих в основе распространения индоевропейских языков. Выяснилось, что лошади не были основной движущей силой первоначального распространения индоевропейских языков в Европе, потому как у представителей культуры шнуровой керамики, с представителями которой и связывают распространение языков, было малое количество лошадей, а их генетический состав не соответствует предкам современных домашних лошадей. Также, несмотря на наличие в индоиранской ветви индоевропейской семьи языков, лингвистических свидетельств наличия домашних лошадей и колесниц, на более древнем протоиндоевропейском уровне, эти свидетельства являются неубедительными. Однако в Азии наблюдается иная картина, где распространение предков современных домашних лошадей вперёд с начала до середины II тыс. до н.э. происходило одновременно с распространением колесниц и индоиранских языков, самые ранние носители которых связаны с населением, непосредственно предшествовавшим синташтинской культуре, в контексте которой и были обнаружены первые колесницы. Таким образом, исследователи делают вывод, что новый тип транспорта и пород лошадей, включая рыжий окрас шерсти, задокументированные как лингвистически, так и генетически, значительно преобразили евразийское общество в течение нескольких столетий, примерно после 2000 года до н.э. А направление использования лошадей варьировалось в зависимости от организации обществ, в которых они распространялись, но эти нюансы авторы оставляют для будущих исследований. А я на этом, как обычно, не прощаюсь. Хорошего вам настроения и до следующих выпусков. А также не забывайте про поддержку канала. Материально, комментариями, подпиской, лайком и, что немаловажно, просмотром других роликов канала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!